Всем привет! Итак, сегодня посмотрим как сконвертировать PDF-ку, либо же набор, набор, набор картинок в видео. Ну и с последующим добавлением на фон аудио. Ну, для чего же это нужно, спросите вы. Ну, к примеру, у вас могут быть какие-то PDF-ки, либо картинки, либо ваши фотографии какие-то, либо там еще что-нибудь. В PDF-ках, кстати, могут быть сказки для детей, могут быть, блин, даже не знаю, что там, журналы какие-то старые, газеты там, презентации, куча всего, короче. И вам хотелось бы это все неспешно так просмотреть, не на компьютере, конечно же, а на большом экране телевизора. Вот, а телевизор в основном легко читает видеофайлы. Соответственно, можно спокойненько конвертнуть PDF-ку, либо набор картинок, ваших фотографий в видео. Вот, либо же смотрите, конвертнуть в видео набор фотографий из вашего путешествия. Потом надиктовать аудио, то есть запустить это видео, просмотреть его и в процессе просмотра включить запись аудио. А потом это аудио наложить на это видео и будет такой видеоотчет. Вот, это очень даже себе неплохая идея. И это делается довольно-таки быстро и несложно. Короче, короче, первым делом, что вам надо сделать? Вам надо сделать вот это, ну, если вы собрались конвертировать PDF-ку в картинки. Ну, у меня Image Magic установлено, поэтому мне это делать уже не надо. Дальше, 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 дальше вам нужна PDF-ка. Вот у меня есть PDF-ка. Ну, давайте конвертнем ее. Для этого я воспользуюсь вот такой вот командой. Это Density 150, ну, типа плотность какая-то. Я тут толком не разбирался, но это не 150 пикселей ширина. Здесь порядка, получается, 2700 пикселей, ну, при таком значении. Вот. Quality, ну, это качество PNG-шек. Так, а вот это директория, куда будут эти PNG-шки складываться. Я сейчас вот здесь ее создам. Вот, вот, вот. Ну, и PNG-шки будут с номером. То есть будет муравей 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 и так далее. Вот так, 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 так. Да, не понял. А что такое? Что-то, 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 что-то ничего не происходит. Ладно, сейчас сделаем вторую попытку. Итак, вот, запускаем такую команду. Ну, конечно же, нужно какое-то время подождать, потому что этот процесс не такой быстрый. И чем больше у вас здесь значение, тем, тем, короче, будет дольше он идти. Кстати, если при конвертации, при выполнении этой команды, вы получите что-то типа вот такого, Convert, NotAutoReset, тра-та-та, то вот здесь, вот здесь, видите, в Google Trouble with Batch Conversion of PNG to PDF using Convert. Короче, вот здесь описаны способы лечения. Я вылечил это вот простым-простым переименованием некоторого файла, ну, в другое имя. Короче, вот так. Так, конвертнули. Вот мы получили набор картинок. Всего 26 картинок. Ну, судя по всему, в PDF-ке 26 страниц. Дальше, что нам надо сделать дальше? Дальше нам надо конвертнуть набор картинок. То есть это уже второй шаг. И вот кто-то может приступать сразу ко второму шагу, да, если у него не PDF-ка, а у него набор картинок или фотографий с путешествия. Что мы здесь видим? Мы видим FFmpeg. Что это означает? Это означает, что каждые 4 секунды переключать картинку. То есть каждая картинка будет ровно 4 секунды. И так далее, и так далее. Дальше. Будут браться все картинки, которые начинаются на имя муравей- и после которых идут циферки. Было написано где-то, что 0,1 это означает, что брать только те имена, у которых только одна циферка. Ну, к примеру, 1, 2, 3, 4. Вот. Типа 10, 11 не катит. Чтобы 10 и 11 катило, тут надо 0,2 написать. Но фишка в том, что катит, довольно-таки нормально катит и получается, и подхватывается и 10, и 11, и 12 и так далее. Дальше. Вот это что? Это у нас кодек для выходного видео. Кодек для выходного видео в данном случае используется, ну, h.264. Это у нас frame rate, то есть сколько кадров в секунду. То есть вы можете установить 1 кадр в секунду, 2, 30, ну, то есть FPS. Дальше это, это у нас разрешение видео. Ну, оно вот в данном случае будет совпадать с разрешением картины. И это имя выходного файла. Нажимаем Enter. И понеслась конвертация. Ща, 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 надо подождать. Конвертация закончена. И вот здесь у нас есть видео. Дальше. Что нам надо сделать? Нам надо еще сделать... Наложить аудио. Смотрите. Аудио у вас может быть короткое. Аудио может быть короткое. Чтобы из этого аудио сделать длинное... Ну, к примеру, у вас видео может занимать, да, к примеру, час. А фоновый звук, ну, какой-то плавно переходящий, ну, начинающая и заканчивающаяся музыка, да, она может быть длиной, там, 1 минуту. А видео длиной 60 минут. Соответственно, из этой 1 минуты можно зациклить и сделать, там, 60 минут. То есть для этого нужно выполнить такую команду. То есть мы указываем вход и указываем, сколько раз зациклить. В данном случае 20 раз. Это аудио. Имеет длину у меня 10 секунд. Соответственно, даже больше 3 минут получится. А видео у меня само там, ну, меньше, по-моему, даже 2 минут. Ну, короче, надеюсь, вы поняли. Вот. Поэтому давайте я сейчас зациклю. Ну, вот это в данном случае особо обращать внимание не надо. Да, ну, это где-то не совпадают. Возможно, фреймы какие-то друг на друга, возможно, где-то накладываются. Короче, в данном случае роли не играет. Если же у вас видео длинное, длиннее, чем ваше аудио, ой, длиннее, чем... Если же у вас аудиофайл длиннее, чем ваш видеофайл, да, то ничего страшного не будет, если вы будете вот использовать при накладывании вот такую опцию Shortest. Shortest это означает, что если ваше входное видео имеет длину, там, к примеру, 10 минут, а аудио имеет длину 20 минут, то ничего страшного. На 10 минут аудио ляжет, а все остальное обрежется. То есть выходное видео будет ровно соответствовать по длине входному видео. То есть если вы указываете вот это Shortest. Ну, давайте, давайте это сделаем. Вот, то есть, надеюсь, идею вы поняли, да, с путешествием вы можете из картинок сделать видео, там по 5 секунд на каждый кадр. Потом включить запись, включить это видео, включить запись и надиктовывать, говорить, где это вы, что это вы и все такое, да, там акцентировать внимание. Вот, сохранить аудио и потом, потом, потом это же аудио наложить на ваше вот это видео. И у вас получится такой видеоотчет, да, с картинками, с вашими фотографиями. Короче, короче, что у нас тут? У нас тут получилось output видео. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось из PDF-ки, из PDF-ки вот такое видео. Звук вы не услышите по тому, что я пользуюсь Simple Recorder'ом. Вот, и он звук не пишет, только OBS Studio хорошо пишет. Но OBS-ка я не пользуюсь под Linux'ом, хоть и установлено. Короче, блин, нету звука и нету. Поверьте на слово, он здесь есть. Вот, а это довольно-таки интересная и поучительная история. Кому интересно, тот может найти эту PDF-ку в интернетах. Называется она, что-то там надо гуглануть. Офисная байка про муравья. Вот. Я даже однажды распечатал это, и у меня лежало это на работе. Начальство, говорят, было не очень довольно. Ну, такое. Вот. Ну, я, конечно же, сейчас говорю просто для фона, чтобы вы, ну, досмотрели, да. Успеваете ли вы все прочитать за 4 секунды? Наверное, надо было ставить 5 секунд. Вот. Ну, то такое. То такое. Здесь можно, конечно же, еще наложить какую-то музычку грустную. А может быть, сначала веселую, а потом она будет грустнеть, грустнеть и грустнеть. Это музыка. Ну, 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 да. 4 секунды маловато, наверное. Ну, ничего. Скачайте в интернете. Почитайте эту байку. И, возможно, если вы грустили, то вам станет еще грустнее, как этому муравью. Вот. Ну, сейчас ставлю на паузу, потому что за 4 секунды точно в первый раз это не прочитаешь. Ну, или, может быть, прочитаешь, но не поймет. Короче. Надеюсь, это видео было вам полезно. Вот. Пользуйтесь этими советами и делайте свои видеоотчеты. Короче. Теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok